всем привет друзья так вопрос задает алексей харио есть мнение что практика йоги тратит тапас для глубоких переживаний то есть все у кого есть сейчас возможности заниматься йогой это те остатки тапаса тапас это особая энергия которая связанная с аскезой да то есть энергия которая накапливается в силу лишение себя каких-то благ когда мы следуем суровому пути допустим минимум кушаем минимум спим много занимаемся йогой медитируем так далее накапливается особый уровень энергии который но как бы он на грани фола да то есть постоянно в состоянии аскезы то есть мы еще не ушли в аскезу но и уже не являемся простыми людьми таким образом накапливается это вот особая довольно тонкая но очень мощная энергия она называется тапас то есть энергия аскезы возвращаемся возможны возможность заниматься йогой такие остатки тапаса с прошлой жизни и если сейчас люди будут заниматься только йогой не делая служение общества чтобы накапливать тапас то их прошлый этапа завершится они упадут на уровень ниже то есть с одной стороны йога тапас дает с другой стороны забирает таким образом предпочтение отдается служению в том или ином виде и также если мы служим мастеру то продвигаемся за счет его энергии становимся прилипалами буду рад вашему мнению благодарю ом но давайте по порядку до тапас я объяснил но здесь смотрите как здесь такая фраза что если люди будут заниматься только йогой не делая служение общества будут накапливать тапас то их прошлый тапас завершится здесь подразумевается не тапас который завершится а за если перевести в традицию индуизма то закончится благие деяния из прошлых воплощений то есть энергия благих деяний из прошлых воплощений что значит глубокие переживания на пути практики йоги это уровне самадхи это уровне раскрытия мистические способности пробуждение энергии кундалини раскрытие чакр улучшение судьбы изменения судьбы лучшую сторону очищение каких-то неблагоприятных карм и так далее то есть у уровней самадхи очень много там но их наверное тысячи все они связаны с выходом в параллельное измерение от параллельных собственно самих миров то есть наших миров до высших миров состояния света вот а теперь объясню что значит тратится тапас для глубоких переживаний важно понимать что в жизни когда мы что-то совершаем в любом случае тратится жизненная сила тратится какие-то ресурсы человеческие да то есть наше тело нужно кормить в доме должен должно быть тепло мы должны платить за электроэнергию за отопление за газ воду и так далее то есть должны быть какие-то условия да должны быть усилия с нашей стороны мы должны заниматься йогой должны каким-то образом прогрессировать должны насчитывать мантры должны накапливать благие деяния то есть вести праведный образ жизни так далее то есть это определенная череда благих поступков которые создают духовную атмосферу в которой должно должен проявиться определенный прогресс и здесь же говорится да с одной стороны мы благодаря практике йоги накапливаем особую энергию тапаса с другой стороны во время медитации мы мы же ее и тратим во время глубоких переживаний то есть когда приходит самадхи когда происходит некое раскрытие состоянии света когда мы выходим в параллельные измерения в тонком теле или же испытываем какие-то мистические состояния мистические переживания то происходит трата вот это вот духовной силы вот хочу хочу сказать что так действительно это есть но это связано вы понимаете как бы вы рассматриваете по отдельности структуру человеческой жизни да то есть энергетическую структуру самого человека но нужно рассматривать в комплексе что такое что такое сам по себе тапас это энергетическая оболочка да и для того чтобы наша духовная суть вошла в состояние света состояние самадхи нужно накопить определенное количество топлива для того чтобы ракета полетела если топлива нет ракета не взлетает но если топлива накапливается ракета взлетает естественным образом такого природа человека и вот сам сама практика йоги это состояние такой ракеты чем больше мы занимаемся тем больше накапливаем топлива чем больше мы накапливаем тем больше мы совершенствуем саму ракету, и когда топливо накапливается, происходит спонтанный старт. И во время этого старта мы просто переходим на ступеньку выше. Но мы переходим не отдельно от энергии Тапаса, мы переходим не отдельно от чего-то там, то есть мы переходим целостно. Переходит та же самая энергия Тапаса. Да, она отчасти тратится, но она трансформируется в некое другое измерение, в некое другое состояние, потому что мы прогрессируем. То есть, по большому счету, это как некое энергетическое вложение, дабы совершить определенный шаг вперед, или поднять свой уровень на ступеньку выше. И поднявшись, мы опять начинаем какие-то практики и так далее. Например, для примера расскажу. Допустим, еще 6 лет назад, 7 лет назад, когда я начинал канал вести, я никогда не рассказывал относительно того, что... То есть, я зачитывал цитаты, но упоминая того же самого бога Брахма, одного из высших божеств традиций индуизма, я никогда не говорил о нем, что я его видел в состоянии медитации. У меня были переживания, у меня были знаки, но эти знаки были такие, знаете, не очень явные, не очень прямые. То есть, они несли указания и упоминания данного божества, но эти знаки в духовном мире не указывали напрямую. То есть, я его не видел напрямую, но я видел его в каких-то скрытых символах. Вот так вот. То спустя 6 лет у меня уже было несколько видений, связанных с этим божеством. И в одном из предыдущих роликов я рассказывал, что бог Брахма, как он описывается в ведических писаниях, находится действительно не в лучшем состоянии. Ну, собственно, я его так и видел. Вот. То есть, что произошло? Благодаря практике йоги происходит постепенная эволюция. То есть, мы поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Мы накапливаем благодаря духовным поступкам свои благие деяния, духовную энергию. И эта энергия начинает, накапливаясь в нас, выталкивать нас все выше и выше, и выше, и выше. И мы ступенькой за ступенькой, ступенькой за ступенькой. И вот, глядишь, уже через 5 лет в состоянии медитации я, например, могу периодически выходить на уровень, когда можно видеть даже одного из высших божеств Святой Троицы Индуизма. То есть, это бог Брахма, известная личность, во всех писаниях он упоминается. Это не связано с каким-то оскорблением, но это связано с путешествиями в духовных мирах, и это является очень хорошим показателем. То есть, этот символ является показателем того, что прогресс идет. То есть, другими словами, чем больше мы практикуем, чем больше мы сил вкладываем, чем больше мы накапливаем, читаем мантр, чем больше мы занимаемся хатха-югой, тем больше накапливается в нас так называемая энергия тапаса, но я это проще называю энергией благих заслуг. То есть, заслуга, что такое? Это хороший поступок. Хороший поступок мы совершаем каким образом? В своем случае я стараюсь делиться знаниями на ютубе, рассказываю какие-то мистические переживания, и таким образом стимулирую человека к развитию. Причем не делаю акцент на самом индуизме, я просто делюсь знаниями, а человек может развиваться в своей традиции, в традиции христианства. Поскольку природа человека, она одна и та же, что душа, структура астрального тела, что в традиции христианства, что в традиции индуизма одна и та же, принципы развития одни и те же. Так что человек, если находится в традиции христианства, он с легкостью понимает, о чем идет речь, как в традиции индуизма, так и в традиции христианства. Просто он впоследствии применяет эти знания уже в своем направлении. Таким образом, давая знания, подсказывая людям, способствуя их развитию, я для примера накапливаю также благие деяния, которые впоследствии помогают мне развиваться, и опять развившись, я опять делюсь знаниями. То есть, такой круговорот энергий. В этом вы правы, но нельзя говорить, что это трата. Когда речь идет о трате на какие-то удовольствия, тогда это будет действительно трата. Но в этом случае использовать нужно немножко другой термин. Я бы сказал это, если с позиции... Я бы назвал это вложение. Вложение какой-то своей духовной силы в глубокие мистические переживания. Или в раскрытие глубоких мистических переживаний. И опять впоследствии я ими же и делюсь. То есть, это постоянный процесс. И с одной стороны, как бы я прогрессирую, я делюсь знаниями. Эти знания становятся для людей основой или почвой, для того, чтобы они сделали какие-то выводы для себя и также начали прогрессировать, развиваться. То есть, помогая себе, я помогаю, получаю благие результаты. И тут же сразу стараюсь помочь друзьям, близким, знакомым. Они прилагают, соответственно, помогают своим близким и так далее, и так далее, и так далее. Это такая, знаете, как бы цепочка, что ли, я не знаю. Вот. Это естественный процесс. Это настолько естественный процесс, что не стоит в буквальном смысле так вот зацикливаться, что если мы входим в какие-то глубокие переживания. Но если вы войдете в состояние самадхи, вы же ничего не потеряете. Вы просто перейдете на другой уровень. Да, возможно, на том уровне у нас немножко будут какие-то не те качества, не те состояния. Но мы будем другими. Да? И уже находясь на том другом уровне, мы сможем по-другому как-то делать для себя выводы, другие выводы. Уже у нас будет другая точка отсчета и так далее. А там будет еще следующая ступень. И в целом это и есть процесс эволюции. И если сейчас эти люди будут заниматься только йогой, не делая служения обществу, чтобы накапливать тапас, то есть энергии благих заслуг, то их прошлый тапас завершится, они упадут на уровень ниже. То есть с одной стороны йога тапас дает, с другой стороны она его забирает. Речь, наверное, в данном случае предполагает исключительно практики, связанные с отречением. Дорогие друзья, здесь важно понимать. Смотрите, если мы пытаемся уйти из этого мира, становимся на путь отречения, то есть на путь монашества, тогда, занимаясь духовными практиками, нам в любом случае нужно служить обществу, поскольку мы уже изначально отрываемся от него. То есть что такое аскеза? Аскеза – это попытка уйти от всего. В этом случае служить нужно. Но если мы остаемся жить в этом материальном мире, находимся в обществе, продолжаем быть полноценными членами этого общества, то, собственно, вопрос о служении обществу, он как бы остается естественным. То есть для меня естественно помогать близким, для меня естественно помогать обществу, служить обществу. И, скорее всего, этот вопрос, который вы описываете, он описывается с позиции людей, которые находятся на пути отречения, то есть на пути монашества, на пути людей, которые следуют традиции отречения, раджа-йоги, допустим, или каким-то практикам скрытым. Но йога, она позволяет развиваться и в материальном мире, и люди, которые, допустим, развиваются в этом материальном мире, они естественным образом помогают ближним, они естественным образом контролируют свое поведение, не накапливая плохую карму, они естественным образом служат обществу, создавая хорошие поступки. Вообще, как бы, это правило, оно на самом деле должно быть. Служение обществу, когда мы служим ближним, когда мы служим даже друзьям, мы таким образом накапливаем очень много благой кармы. И вот эта благая карма, она действительно является основой нашего развития, на пути духовного развития. О чем идет речь? Допустим, мы совершаем поступки, с помощью которых, ну, что мы можем делать? Рассказываем или проводим занятия по хатха-йоге, да? Параллельно с занятиями по хатха-йоге мы частично рассказываем о благой роли именно хатха-йоги на нашу жизнь, на наше астральное тело, на нашу судьбу. И, по сути, это уже является так называемой формой проповеди, но эти знания, они не являются проповедью, это просто сопутствующие знания, связанные с традицией хатха-йоги. Но, сама по себе хатха-йога, она дает человеку развитие, человек потихонечку начинает заниматься самосовершенствованием. И таким образом он, как бы, он сам себе с помощью этих знаний начинает помогать, и естественным образом мы получаем, в силу того, что человек начинает развиваться, и мы таким образом также получаем какие-то блага в свою судьбу, в свою карму, да, то есть какие-то плюсы в свою карму. То есть, когда мы делимся знаниями, мы получаем энергию благих заслуг, ну, или накапливаем благие заслуги. И благие заслуги накапливаются не только таким образом. То есть, служение обществу в хорошем смысле можно выполнять тысячами способов. Это и распространение каких-то знаний, это и помощь ближним, это и материальное, и духовное, и, ну, это же, это, по-моему, для всех это очевидно, это и понятно. Но это, на самом деле, основное правило. Это раз. Во-вторых, вообще, как бы, те люди, которые занимаются йогой, у них сама потребность творить благие деяния в обществе, она происходит естественным образом. Я, например, не представляю себя живущим в этом, ну, этой жизнью, и не представляю, чтобы я не пытался каким-то образом помочь людям. Но причем я стараюсь это делать всегда ненавязчиво, да, то есть я делюсь знаниями, человек, если считает нужным, он использует эти знания. Не считает, ну, как там, как хочет. Вот, но так или иначе, все равно я стараюсь со своей стороны давать возможность какую-то для развития. Вот, вот это вот и есть накопление благих деяний. Ну, это как бы, это основное правило, это понимание служения обществу. Развитие на пути йоги, я не совсем, в принципе, как бы, я догадываюсь, в какой вы традиции находитесь, потому что я сталкивался с таким пониманием и таким мышлением, но не будем упоминать эту традицию. На самом деле, если вы следуете традиционному индуизму, то не принципиально следуете вы только практикам йоги, либо следуете вы только служению обществу, либо тому и тому, это не принципиально. Вы развиваться в любом случае будете. Другое дело, что это будет все зависеть от качества и количества прилагаемых усилий, но развитие будет давать и то, и то. В том случае, о котором вы упоминаете, там на самом деле есть внутренние проблемы в той традиции, и, естественно, там есть серьезные отклонения. Но, допустим, если взять ту же самую практику, традиционную начитывание мантры, сама по себе практика, она работает, по сути, на всех уровнях. Да, даже если у нас нет возможности сослужить обществу, или мы в силу каких-то кармических обстоятельств не можем этого сделать, то в любом случае начитывание мантр это уже благое деяние. То же самое, как и хатха-йога. Хатха-йога, она работает в обратном направлении. Хатха-йога, извиняюсь, начитывание мантры, оно как бы работает сверху, с верхних центров, это очень тонкие энергии, которые работают с верхними центрами и опускаются все ниже. То хатха-йога работает снизу вверх. Мы работаем с грубым, с физическим телом, начинаем его растягивать, ощущаем, улучшаем, совершенствуем и так далее. Все довольно просто. Начитывание мантры работает сверху вниз, то есть задействуются сначала верхние, тонкие аспекты. Ну и, естественно, я предпочитаю и тот, и тот, и тот путь, и так и советую. То есть я, в принципе, как бы сторонник именно традиционного индуизма без всяких новых организаций, течений. Я вообще не сторонник, потому что я, знаете, я поскитался сам по этим направлениям, начиная от того же самого Пайлот Бабы и не буду перечислять еще кучу массу всяких полудурков. Пурга, вот несут всякую чушь, чаще всего оно обладает авторитетным источником, но при этом оно преподносится таким образом, что впоследствии становится, дается как нерабочая практика. И ты можешь там год, два, пять, десять делать одно и то же, у тебя ничего не получится и, в общем, беда будет. Поэтому только традиционные методы, только традиционные практики и традиционные учения. Далее. И также, если мы служим мастеру, то продвигаемся за счет его энергии и становимся прилипалыми. Буду рад вашему мнению. Благодарю, Ом. Тоже весьма интересный вопрос. Не согласен. Смотрите. Есть разные уровни традиций, есть разные уровни практик, есть, в конце концов, разные практики. И есть, соответственно, в тех традициях мастера, учителя, которые также каждый находится на своем уровне. С одной стороны, вы пишете, что если мы служим мастеру, то продвигаемся за счет его энергии. Вообще, как бы, продвижение на пути духовного развития выполняется только за счет духовной силы мастера. Почему? Да потому, что мастер является лестницей или лифтом, если хотите, да, с помощью которого мы едем. Мы поднимаемся в соответствии на считывание мантр, выполнение упражнений хатха-йоги, медитации, мантр и так далее. Поняли, да? То есть, учитель, он является лифтом, лестницей, по которым мы поднимаемся. Но поднимаемся мы своими ножками. Поняли, да? Вот. Существуют действительно учителя, которые вливают или отдают свою энергию своим ученикам. И таким образом ученик может прогрессировать. Я не сторонник таких практик, таких методов, учитывая то, что энергия мастера, она всегда очень непростая. То есть, как бы это объяснить? Ну, представьте себе некий ресурс, да, ну или как бы это объяснить? Смотрите, с точки зрения пранаямы, допустим, постараюсь объяснить. Считается, что углекислый газ это яд. Правильно? И задержка дыхания человека приводит к смерти. Но юги тренируют себя таким образом, что они могут доводить задержку дыхания до 8-10 минут и вообще останавливать дыхание и сердце и находиться в состоянии транса до 40 суток. Джада самадхи, темная самадхи и так далее. Так вот, обычный человек это человек, который не может задерживать дыхание больше там полутора-двух минут. Мастер это тот, который задерживает дыхание на расстоянии там 8 минут. Я, например, доводил с помощью дыхательной практики задержку до 3 минут 15-20 секунд. Вот такой вот. Но там уже начинается, там в моем случае начинаются просто провалы в астральное тело. То есть, я вываливаюсь из физического тела, начинаю где-то летать, тяжело сориентироваться, постоянно ты начинаешь что-то видеть, останавливается дыхание. Ну, в общем, эти практики надо делать только под присмотром мастера, мне было тяжело. И, смотрите, почему я привел пример углекислого газа? То, что человек не может выдержать, может выдержать мастер. Такова энергия учителя. И, когда мастер вливает свою энергию в ученика, то у ученика происходит внутренний взрыв, и у него взрываются кармы. И, я сразу хочу сказать, я проводил подобные техники, да, то есть, я передавал энергии, было несколько раз, меня причем просили, но в результате я увидел, что люди не выдерживают, да, то есть, тот уровень, скажем так, аскезы, и уровень нагрузки, которую могу выдерживать, я люди не выдерживают. Поэтому, для себя я поставил такой приоритет, что никогда в будущем я никогда не буду помогать людям за счет своей энергии, никому никогда ничего не передаю, даю знания, даю советы, подсказки, рекомендации, причем на самом деле постарайтесь понять, что передача энергии, она не является основным символом того, что вы будете прогрессировать, да, то есть, когда нам передают энергии, мы обычно, это такой всплеск, какие-то переживания, а потом это, знаете, откат идет, да, и мы опять опускаемся, да, то есть, энергия закончилась, вот. В этом плане намного ценнее советы, советы и знания. Моя учительница со мной была довольно строга, но она мне дала один приказ, ты должен сделать вот это вот. Я уже говорил об этом, да, я вот вам, ну, всем нам рассказываю массу знаний, делюсь каждый день, записываю какую-то небольшую лекцию, делюсь очень ценными сакральными знаниями. Если бы мне, моя учительница, начитывала лекции таким образом и давала такие же знания, я бы просто летал от счастья. Но мы настолько уже все разжирели и такие закормленные поросята, такие вот тюлени, которые лежат на солнышке, греют свои бока, ну, в плане духовных знаний, то есть, знаний так много, что мы превратились просто в жирных тюлений. Мы уже ничего не делаем, потому что Вайараги все за нас сделает, да. Но к чему это рассказываю? Я к тому рассказываю, что те знания, которыми я делюсь, они очень цены. То есть, если бы мне давали эти знания, когда я был в состоянии духовного голода, и мне нужны были действительно знания, я был бы просто в восторге. То есть, те знания, которые я даю, и в дополнение хочу сказать, что я еще даю массу скрытых знаний, но я их так даю, чтобы непосвященный человек, дилетант просто этого не заметил. И кажется, что, ну, Вайараги опять рассказал какую-то фигню, которая там ничего не стоит, какое-то видение, он постоянно это рассказывает, одно и то же, там, да, все увидел, космический такой космонавт летает, где попало, потом рассказывает, но на самом деле эти знания настолько цены, что я уже говорил, что вы поймете только спустя десятилетия, то, может быть, в конце жизни кто-то осознает действительно ценности всех этих знаний. Конечно, тогда будет поздно, но я свою работу делаю. Вопрос в том, что важна не только энергия, но в большей степени я бы даже сказал, что знания. На моем пути, допустим, важны в большей степени знания, и я прогрессирую за счет знаний, а сама по себе энергия, она является движущей силой, которая помогает развиваться. Она нужна, бесспорно, но моя учительница, дав знания, дав наставления, на самом деле под этими знаниями скрыла бесконечный поток энергии. Ты когда входишь в эти знания, ты понимаешь, что на самом деле это не знание, это бесконечный поток энергии. То есть, важны знания, важна практика человека, важно человека стимулировать к его развитию. Он сам найдет в себе бесконечное количество энергии. Те учителя, которые дают энергию, они обманывают своих учеников, и такие ученики останавливаются, они не знают, что дальше делать. То есть, они как наркоманы, им сделали инъекцию, привили от COVID-19 прививку, и он все, о чем мне еще делать, я уже привитый, да, у меня уже не с чем бороться. Но настоящий мастер никогда не поможет. Более того, если человек болеет, он еще усугубит эту болезнь, но при этом скажет, ты можешь вылечиться, но тебе надо делать вот это вот. То есть, каждый мастер, настоящий мастер, будет использовать наши проблемы для нашего собственного развития, и он будет искусственно лавируя, выводить нас на наше собственное развитие. Передача энергии считаю самая бестолковая, самая бесполезная и в конечном счете бесперспективная практика. А вот передача знаний, она больше ценится. Вот. Относительно прилипал, есть такое, да, паразитический тип мышления очень хорошо виден на примере демонических существ, которые истории на самом деле очень много. Когда аватар приходит на землю, допустим, Нараяна, всегда приходит богиня Лакшми, и всегда все демоны пытаются у него забрать богиню Лакшми. Богиня Лакшми, по сути, его внутренняя энергия, его шахти, и демоны, они немножко не очень с головой дружат, они считают, что если они заберут энергию, в результате они ее всегда крадут, всегда они забирают, начинается война, Кришна приходит, всех мочит, ну или там Нрисимха всех разрывает, Вараха там убивает булавой и так далее. В результате демоны опять страдают, то есть у них уровень интеллектуального, даже интеллектуального развития настолько примитивен, что они не понимают, что это не тот выход, который нужно искать, и в результате они просто, знаете, как белки в колесе, нарываются, а Кришна им подкидывает постоянно вот эту вот, как сказать, приманочку, да, они на нее ловятся, а он их опять хлоп, вот и так далее. Вот это вот есть типичное мышление демонических существ, которые пытаются что-то взять, да, дай мне энергии, я хочу подняться, я хочу там реализоваться, потому что ты, ты зависишь от энергии, ты там гуру, ты зависишь от энергии, но гуру самодостаточен, он, у него может быть минимум энергии, у него может максимум энергии быть, но он от нее не зависит, он не зависит от знаний, он, но, это я такие состояния описываю, да, Потому что на пути йоги бывают очень разные состояния, бывают критичные состояния. И если зависеть только от энергии, только от чистоты ума, только от каких-то других состояний, от кого-то зависит, то ты попадешь. Настоящий мастер, он самодостаточен в полном смысле этого слова. Настоящий мастер – это только мастер и высшие духовные существа. Все и никого больше. Понимаете? То есть нет учеников, он ни на кого не рассчитывает, ни от кого не ожидает помощи. Он как танк прет. Но при этом он за собой может тащить еще тысячу-десять тысяч человек. То есть без проблем. Это настоящий мастер. И самое главное – это не вырастить таких зависимых людей, которые зависят от энергии, подсаживаются на общение. Потому что сама энергия, само общение с мастером – это тоже своего рода допинг. С одной стороны, бесспорно это нужно, и лекции для того и читаются, чтобы человека как-то взбодрить, дать ему какую-то широту взглядов, дать ему частичную энергию. Потому что через речь передается энергия. Но другими способами, когда через палец вливается в область третьего глаза энергия, энергию передавать ни в коем случае нельзя. Это такое вот паразитическое состояние. Но хочешь или не хочешь, то, что вы описываете, оно действительно существует. Старался раскрыть эти темы. Знания на самом деле более ценны, потому что развитие посредством сознания, развитие посредством интеллекта, когда мы ставим перед собой цель и реализуем эту цель, это есть принцип следования знаниям. Если же основаться только на энергию, то здесь могут быть ошибки. Уверен, нужно использовать и тот, и тот способ, потому что они друг друга дополняют. Если следовать только пути сознания, это будет раджа-йога, если и пути следовать энергии, это будет только энергия кундалини. Но энергия кундалини очень сложная, кундалини-йога и очень опасная. Когда мы сможем научиться объединять эти пути, в этом случае есть вероятность того, что действительно прогресс будет очень существенным. Тема сложная, но старался прояснить. Давайте пишите, если чего не понятно, будем продолжать. До новых встреч.